История возникновения Кадымского вениза уходит далеко в прошлое. В народе до сих пор бытует интересная легенда. Открыв окно в Европу, русский царь Петр I повелел всем знатным людям и боярам носить европейскую одежду, богато отделанную венецианским и брюссельским кружевом. Приобретался этот наряд за золото. И чтобы сберечь российскую казну, царь повелел обучить искусству заграничного кружевоплетения русских мастериц. По преданию, в Кадымский женский монастырь привезли из Венеции нескольких мастериц, которые обучили местных рукодельниц плести замечательное венецианское кружево. Кадымчанки успешно освоили эту ювелирную вышивку. Но пишут, что вскоре на его основе, на основе венецианского кружева, создали свою вышивку уникальную и называли ее Вениз, оставив название что-то от слова Венеция. Теперь трудно сказать, так ли это было. Акадымский Вениз, этот игольчатый сказочный узор белым по белому, существует и сейчас, три столетия спустя. Существует как реальность. Говорить о Кадымском Венезе – говорить о красоте. Белый цвет русских берез, сияние российских снегов, весенние сады и поляны ромашек в июльских лугах. Удивительное белое, ажурное, игольчатое кружево создается руками мастериц предприятия народных художественных промыслов Кадымский Вениз, которому больше 90 лет. Я за неделю научила, я, допустим, все это изучила, а потом я просто набивала руку, чтобы уже красиво получалось. Как давно вы уже работаете? В этом году было 20 лет. С 30-х по 70-е годы прошлого века Вениз в буквальном смысле перестал существовать. После его возродили художницы и мастерицы. Но и сегодня промысел жив лишь благодаря меценатам. Ведь дорогое и трудозатратное дело не всегда находит своего покупателя. Редактор субтитров А.Семкин